Никак нельзя. Какая есть семейная карма, такая есть. Надо жить своей семейной кармой, потому что это и есть правильная жизнь, правильное течение жизни. Не надо делать глобальных изменений в своей судьбе, никаких. Это очень опасно. Ну а теперь, брать ребенка на воспитание, это изменение семейной кармы или нет? Нет. У каждой семьи должен быть ребенок. Если мы не можем в течение семи лет родить ребенка, значит, у нас бесплодие. Значит, мы-то так, потому что семь лет – это критический срок. Или мы берем ребенка, или семья начинает загнивать. Если люди больше семи лет живут вместе, у них нет ребенка, значит, эта семья, если она не живет для людей при этом, как Ленин и Крупская. Я серьезно говорю. Есть патриотические люди, которые живут на благо Родины, на благо народа. Не важно, знал он, в чем благо или не знал. Важно то, что он так жил, Ленин. Можем смеяться, можем не смеяться. Это уже наши проблемы. Тогда не нужны дети. Если человек отдает свою жизнь обществу, и жена отдает свою жизнь обществу, тогда не предусмотрено в такой жизни, что нужны дети. Но если они живут друг для друга, то семь лет проходит, и отношения начинают загнивать, вонять начинают. И они это чувствуют, что им уже невыносимо друг с другом жить. Это значит, что надо взять ребенка на воспитание. Потому что веды говорят, семья создается для детей. Она не создается друг для друга. Люди не могут в семье быть счастливы, потому что, смотрите, есть интересный момент. Когда мужчина рядом с женщиной живет, что происходит между ними? Само собой присутствует энергия наслаждения. Понимаете, они думают, что это для меня. Ничего подобного. Эта энергия наслаждения, которая создается в результате контакта и мужчины, и женщины, должна создать того, для кого эта энергия предназначена. Она предназначена для того, чтобы в ней росла душа другая, то есть развивалось тело, чтобы росла жизнь в этой энергии наслаждения. И ребенок воспринимает, это моя семья, то есть моя жизнь. Папа и мама, да? Две крыши моего дома, да? Моя жизнь. Так или нет? Ребенок растет в этой энергии наслаждения между папой и мамой, который существует. И тогда ситуация устойчивая. Если ребенка нет, то эта энергия наслаждения превращается в энергию страдания. Потому что Бог дает эту энергию для того, чтобы там жили дети в ней. Дом не может жить ради самого себя. Понимаете? Кто-то, все должны жить для чего-то. Видите, ответ на вопрос получен. Ребенок должен быть в семье по-любому. И к этому надо стремиться, значит. Дети должны быть в семье. Если мы живем вместе, должны быть дети. Они могут вырасти уже, жить отдельно. Но так или иначе, мы должны их воспитать. То есть должны быть дети, если создана семья. Если почаём со второй главы. Продолжение следует...